Друзья, всем привет! Как вы знаете, я являюсь владельцем BMW 5 F10 с пробегом. И как вы знаете, я занимаюсь помощью в покупках новых автомобилей. Сейчас очень часто люди спрашивают, Дмитрий, но скоро появится обновленная версия BMW 5 серии. А будет ли распродажа на текущий кузов? Вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Я вам расскажу такую маленькую аналитику-прогноз, какие скидки стоит ожидать в преддверии выхода новой обновленной BMW 5 серии. У нас сегодня для эксперимента есть 520 дизельный полный привод в комплектации Luxury. Посмотрим этот автомобиль, прокатимся на нем, потому что пятерочка дизельная, двухлитровая, это наиболее востребованный вариант для покупки нового автомобиля. Очень много сейчас версий есть исключительно задним приводом, так называемые таксишные версии. В общем, обо всем по порядку. Сегодня будет тест-драйв, сегодня будут цены, сегодня будет много полезной информации, и все это будет кратко донесено до вас. Но прежде чем мы начнем, коротенькая рекламная пауза, и мы возвращаемся к основной теме выпуска. Да, конечно, завтра, как договаривались, 15.30, все, жду тебя. Ого, вот это оптика. Опа, и вырез крутой. Купи смартфон BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Ну а сегодня конец июля 2020 года. Ориентировочно в октябре месяце должна приехать обновленная версия пятой серии. И, соответственно, многие задаются вопросом, что стоит ожидать на текущий кузов. Я пообщался со многими менеджерами автосалонов, кто давно работает в этом бизнесе, и спросил их мнение, что они думают по этому поводу. Смотрите, есть так называемая таксишная версия BMW. Что это такое? Это 520 дизель в комплектации бизнес на заднем приводе. Вот такой автомобиль, по их прогнозам, ориентировочно в сентябре-октябре, можно будет купить за наличный расчет примерно 2500-2600 миллионов рублей. То есть 2600 за бизнес-версию, это, в принципе, нормальная цена на текущий момент. Сейчас, если вы будете залазить, то, скорее всего, вам будут предлагать подобные дизеля 2 800. Серьезно, посмотрите сами, позвоните по дилерам, спросите. Опять же, я называю честные цены при условии того, что вы пришли, купили за наличку, ну, в лучшем случае, каска, и уехали на машине. Кредит, трейд-ин, это все отдельная история, мы ее даже не касаемся. Ну, а с другой стороны, как это кредита касаться не будем. Машины очень часто люди покупают в кредит, соответственно, эту тему, ну, я обязан затронуть. Пусть это будет повторение, мать учения. Когда вы покупаете машину в кредит, вам могут сделать шикарное предложение на бумаге. Так, например, совсем недавно в инстаграм нашего канала я выкладывал, где человеку предложили X3 30i по цене 3 190 000 рублей. Когда начали считать, выяснилось, что страховка жизни там была порядка 600 000 рублей. То есть, на бумаге он видит 3,2 условно, а в реале он отдает 3,8. Человек был этому неприятно удивлен. Казалось бы, все прозрачно, все видно на расчетах, тем не менее, не всегда это люди замечают. То же самое происходит с трейд-ин. Да, вам говорят, поддержка по трейд-ин 130 000 рублей. Вы приезжаете, вашу машину не оценят в рынок. Ее в любом случае оценят ниже. Вопрос, насколько ниже? И к этой оценке нужно плюсовать 130 000 рублей. Если вы выходите свыше рыночной цены автомобиля, нежели вы сами продавали, вот это будет замечательно. Но такие ситуации очень редки. Идем дальше. Самая базовая версия 520-го бензинового мотора вам может обойтись в том же самом октябре примерно по цене 2,5 миллиона рублей. Дизель, он дороже бензинки примерно на 100-130 тысяч рублей. Соответственно, может быть такое, что дизель вам все-таки предложат по цене 2 миллиона 600 тысяч рублей. А вот бензиночку вам предложат по цене 2 миллиона 500 тысяч рублей. Возможно, кому-то повезет и он найдет автомобиль еще дешевле. Такое тоже бывает. Я не исключаю, что кто-то из вас напишет и скажет, а я вот забрал за 2,450. Это будет супер. Если мы будем рассматривать версию с полным приводом SM пакетом дизельную версию, сегодня такую машину вам предложат примерно по цене 300-350 тысяч рублей. На осень ориентируйтесь на 2,800-2,850. Это будет хорошая цена, подчеркиваю, за наличный расчет. Если мы будем рассматривать версию популярную, самую востребованную версию с точки зрения ликвидности и желания приобрести, это 530-й дизель в М-пакете, вот такая версия будет стоить примерно 3,700-3,800 за наличный расчет. Сейчас эту машину предлагают примерно 4 миллиона и выше. Опять же, там есть разница по комплектациям, которая приводит к удорожанию. Какую возьмете вы без удорожания или с удорожанием, вопрос просто-напросто времени. В любом случае, эти автомобили сейчас еще будут подвозить, соответственно, на осень выбор есть. Поэтому все те, кто хотят приобрести автомобиль, август уж точно не самое лучшее время для покупок. Вот конец сентября, октябрь, вот здесь, друзья, ну многие возлагают, что скидочки все-таки будут, и вы сможете приобрести автомобиль по хорошей цене. Версии типа 530-й бензин с М-пакетом, такую машину и сегодня, в принципе, уже можно забрать за 3,200-3,300. Но по осени, я думаю, вы с уверенностью сможете ее забрать там 3,300 ориентировочно. Но вот дизель все-таки, конечно, будет стоить дороже. Версии, которые идут богаче по комплектации, мы не рассматриваем, потому что, ну, на них есть спрос, но он гораздо ниже, чем на вот перечисленные популярные версии. Давайте просто познакомимся кратенько с мотором, с которым вы и так уже все давным-давно знакомы, но тем не менее. Когда я покупал себе F10, я изначально хотел найти вот этот мотор, двухлитровый, в М-пакете, но у меня это сделать не получилось. Ну, просто я же покупал вторичку, там не было автомобилей таких в живом состоянии. Что у нас есть? Это B47-B20, известный мотор, он довольно-таки давно уже выпускается. Каких-то проблем, как таковых, с мотором, ну, нету. Действительно, надежный мотор, не просто так его таксисты выбирают для себя для эксплуатации. Ресурс у этого мотора ориентировочно 250 тысяч километров. Это вот гарантированно так, что вы там не столкнетесь с каким-то большим ремонтом. Но за EGR, как и на любом дизеле, нужно следить. И самое главное, что также я находил информацию, что отмечаю, что нужно следить и за цепью. Цепь все равно может рассягиваться. Хотя, кто-то сейчас скажет, это было на дорестайлинговых версиях. Друзья, собирая информацию общую, есть ресурсы, которые по всему миру собирают отзывы и делают небольшую аналитику по машине, по мотору. Вот я вам ее озвучиваю. В остальном же каких-то проблем с этим мотором нет. То есть, если сравнивать 2 литра бензин, он считается фуфло в отношении 2 литра дизель. Этот гораздо надежнее. Расход у этого автомобиля реально. Вот смотрите, человек ездит в Москва, Московская область, 6,9. Отправлялся он в Сочи на дальнее расстояние, 4,5 литра реальный расход дизеля на трассе. Но это хорошие результаты, собственно, за это его и берут. Опять же, крутящий момент. Это очень важно. Разгон в городе. 400 ньютонов. 0,100, машина едет 7,5 секунд. Если посмотреть бензинку, там крутящий 270, разгон 7,9. Здесь, опять же, полный привод. То есть, 0,60, вот этот важный разгон в городе, он действительно машина будет тяговитая, будет дарить вам положительные эмоции. Поэтому, если рассматривать вариант, то вот вполне, если вас не пугает задний привод, например, на автомобиле, ориентируйтесь, что осенью вы можете урвать подобную BMW за 2,5 миллиона рублей. Вот вместо того, чтобы сто раз сказать, запускаем мотор. Вот тишина. Ну, чувствуется, что это дизель. Но это вот, ты садишься, прислушиваешься. Если сейчас включить музыку, да ты уже ничего не поймешь. Газку? Газку прямо на совсем маленьких оборотах. А дальше уже чуть больше, уже довольно-таки приятный рыкот. Но самое интересное, это, конечно же, прокатиться в городе. Потому что, все-таки, на BMW я поездил уже больше года. 270 крутящего, 184 лошадиные силы. Это на бензиновой версии. Здесь у нас идет 190 сил, 400 крутящего. Машина весит примерно тонну 700. У нас еще самое, что главное, есть полный привод. Колеса 18-е. Пошел. Едем в обычном, в комфортном режиме. Подрывается машина, ну, гораздо увереннее, нежели чем бензиновая версия. Вот дизелек, понимаешь, если его подхватывать. Блин, слушай, ну, конечно, поначалу, по ощущениям машина как-то поинтереснее срывается. Прям вау-эффекта, конечно же, нету. Кто-то скажет, блин, надо брать 530-й дизель. Только это BMW. Друзья, все упирается в деньги. Вот эта, 2850, на момент покупки имя этого автомобиля, человек мог бы купить себе дизельную версию, а на тот момент она стоила бы примерно 3,5 миллиона рублей. Все-таки разница, 650 тысяч рублей, это, ну, не 65 тысяч рублей, 650 это много. Поэтому вы можете купить любую версию, здесь все упирается, подчеркиваю, в деньги. Но не забывайте о том, что вот мы передвигаемся по Москве. Здесь, как бы, в спокойном режиме двух литров будет хватать вам за глаза. Вот так вот в горочку раз, газку дал. Ну, не космическая тяга, не вау. То есть, относительно, вот, чисто гражданская спокойная версия. Тяга чуть лучше, чем у бензина, но, честно говоря, я вот поначалу ожидал, прям, что-то такое, прям, более существенное получить. А вот эти вот разницы крутящего в 400, ну, и 270, сильно не ощущается. Но самое главное, что тяговитость есть, расход топлива есть. У меня расход примерно 11 литров. Вот по городу, там, в смешанном цикле, там, иногда я выезжаю за город здесь, 6,9-7 литров. Касаемо технического обслуживания. Это важно. Покупая новую машину, вы вряд ли захотите кататься по гаражам. Хотя, как показывает практика по комментариям, люди отправляются по гаражам. Суть в чем, первое ТО примерно будет стоить, там, ну, 17-20 тысяч рублей. С заменой фильтров, масло, там, диагностика общая. 23-25 с заменой угольного фильтра, это если речь идет о дизельном моторе. На дизелях она чуть-чуть выше. Соответственно, ценник, вот он примерно будет прыгать 17-25 тысяч рублей. В этом диапазоне. Все, как вы найдете. С дилерами можно торговаться точно так же. Вы можете найти цены ниже. Вы можете позвать вам, скажу, тридцатку. Такое будет. Пожалуйста, 30 тысяч рублей приезжайте. Раз, два, по калькулятору. Акция такая, сякая, 22. Лично проходил, вот, на BMW, на своей, обслуживаюсь у дилера. Меняю масла по 9,5-10 тысяч рублей. Поэтому имейте в виду, здесь важно. Касаемо каска. На автомобиль готовьтесь. Это 100 тысяч плюс. Покупая у дилера 100-200 тысяч. Все зависит от вашей прописки, стажа, опыта, ну, и так далее. То есть, все то, что влияет на каску. Но найти каску на Бэху, там, за 50-60 тысяч рублей, это нереально. Либо же это будет, прямо, ну, какое-то везение, очень низкая цена. В остальном, здесь говорить больше нечего. Можно говорить то, что это ломучье говно. Но я отмечу, что у нас Германия. Сборка Германии, не Калининград. Соответственно, не аналог, пожалуйста, настоящее BMW. Поэтому мы двигаемся дальше. Ну, вот, смотрите, стоим. Режим у нас порт включен. Раз, два, три. Задержка. Ну, вот, потом вот сейчас пошла, пошла. Ну, не то, друзья. Ну, блин, так вот дыхловато, откровенно говоря. Владелец говорит, езжу вообще спокойно. То есть, газ, пол это в редком случае. Ну, вот, что-что. Машина, конечно, сделана для людей. Можно обсирать до последнего все немецкие машины. Я читаю все ваши комментарии, часто встречаю. Все, что хвалишь, это значит, проплатили, дали денег. Эта тачка не представительствует. Это частная машина. Стоит самому покататься, посидеть в машине, поуправлять машиной. Потом я бы послушал ваше мнение. Вот я спрашиваю человека, вот у тебя пробег там, да, но небольшой, 15 тысяч км. Но, тем не менее. Есть минусы. Назвал минусы, на пассажирской двери ручка чуть сильнее шатается, чем на водительской. Все. Говорю, ну, такие скрипки по машинам присутствуют. Нет. Сборка, опять же, подчеркиваю, немецкая. Это как раз для всех тех, кто говорит, что, ну, Калининград говно, там аналог. Вот, немецкая сборка. Можно найти, можно купить. Садишься, комфортно, в машине здесь стоят одноширокие колеса, то есть, 245 у них размер. Едешь, все, тихо, комфортно, с музыкой, так вообще красота. Глядя на морду автомобиля, что интересно, что это обычная версия, скажем так, гражданская, без М-пакета. То есть, нет каких-то там агрессивных бамперов и так далее. Хром, диодная оптика идет. Соответственно, ну, чем-то прям удивить машина не может по внешнему виду. Все мы с вами с ней давным-давно уже знакомы. С 2016 года автомобиль известен, катается. Но вот так вот действительно взрослая статусная машина. Если поговорить о ликвидности автомобиля, наверняка же кто-то напишет в комментариях, купишь ее за 2600, а потом ее продашь за полтора. Рассказываю. Сегодня зайти там на вторичку, посмотреть, текущий кузов с адекватным пробегом, там, до 100 тысяч километров от первого владельца, без ДТП. Машины начинаются с отметки примерно, ну, там, 2 миллиона и выше. С полным приводом машину найти, это будет 2400, 2500 дизелек подобный. То есть, таких цен, типа, а-ля, там, ниже 2 миллионов за 3-4-летнюю BMW вы не найдете. Это только лишь будет F10. Соответственно, свежий кузов, это ценник будет совсем другой. Ну, вот, смотрите. И не спешите писать комментарий, ну, как же, вот, заходим на вторичку и видим то, что машина ниже 2 миллионов. А если посмотреть то, что два владельца было, или более, или какая-то компания продает, там, еще можно цену ниже найти. Вторичка, это кот в мешке. Люди покупают, подчеркиваю, эти машины для такси. Они могут за год-два накатать, там, 150-200 тысяч км, но при этом скрутить пробег и показать вам, как будто бы они проехали 60 тысяч километров. Может быть такое в нашей стране? Запросто. Поэтому ориентируются на цены, то, что вы найдете на автору, авито, либо же дром.ру, не нужно. Нужно все смотреть вживую. А живое состояние, друзья, это 2 миллиона 200 тысяч рублей и выше. Подчеркиваю, я не пытаюсь защищать BMW и говорить то, что она ликвидная машина. В любом случае, машина потеряет гораздо больше, нежели это была бы, там, Toyota Camry. Здесь, как минимум, 30-40% машина в цене со временем потеряет, конечно. Но не так, что вы так купив ее за 2,5 миллиона рублей через 5 лет, это не означает, что вы ее продадите по цене, там, 1 миллион 250 тысяч рублей. Но такого же не будет. Сегодня, даже если посмотреть, предыдущий кузов F10 от первого владельца с пробегом до 150 тысяч км тоже дизель. Ну, там живые варианты, они будут тоже 1,5 миллиона, 1,6 миллиона, 1,7 миллиона. Есть, конечно, цены ниже, но это все подозрительно, потому что это вторичка, все нужно смотреть. Низ рынка это всегда отдельная история. Поэтому, друзья, здесь математика, нужно взвешивать, но понимать одно, конечно, премиум теряет в цене больше, чем японцы. Конечно же, премиум обходится по содержанию дороже, чем японцы, ну и корейцы в том числе. Что нас встречает по интерьеру? В нашем случае версия, подчеркиваю, лакшери-лайн, соответственно, приятная кожа, вставки деревянные. Чего-то кардинально нового в интерьере салона, конечно, встретить нельзя. Вот я даже катаясь на F10, сажусь сюда и понимаю, ну что здесь новое? Ну, для меня прям единственное, что бросается в глаза, это дисплей, который теперь не утоплено, стоит сверху, как это было раньше у меня на Мазде. Все. Все остальное, конечно, кроется в деталях, то, что здесь теперь полностью светодиодная оптика уже доступна из базы. В общем, есть ряд фишек, которых не было на F10. Здесь уже вы это можете все изучить сами, посмотрев комплектацию автомобиля. Но даже в базовой версии, по сути, по сути, есть все самое необходимое. Единственное, о чем я, например, жалею и мечтаю на своей машине, это только лишь бесключевой доступ. Все остальное, камера заднего вида, парктроники, подогревы руля, сидений, раздельный климат-контроль, система стабилизации безопасности, все это вас уже встречает в базе. Но, ребята, не забывайте, хотите больше, пожалуйста, выбор огромный, готовьте только ваши денежки. Главная цель этого обзора, рассказать вам о ценах, о том, что впереди на них могут быть скидки. Вы скажете, машина дорогая, для кого ты ее снимаешь, покупают люди машины, они востребованы. Многие хотят купить, опять же, многие покупают машину для того, чтобы на ней зарабатывать деньги. В такси берут, в бизнес-класс. Вот покатавшись на BMW, блин, вот никогда бы не подумал. Брал BMW на год, думал, сейчас год пройдет, скину ее, возьму там, либо, может, Audi, либо Mercedes, ну, так же с пробегом бы. Ну, хрен выгонишь, вот серьезно говорю, хрен выгонишь. Для меня в идеале сейчас бы, я бы с удовольствием пересел бы вот на подобный кузов, 530 дизель, вот с пробегом бы найти там какую-нибудь цену хорошую, там, 2 миллиона, но это просто нереально. Они стоят гораздо дороже, там, живое состояние 530 дизеля сегодня, это, ну, миллиона 3, а то и выше. В идеале, да, родился ребенок какую-нибудь тачку повыше. Смотрел, x6, x5 с пробегом, все живое, все в нормальном состоянии от первого владельца, 3 миллиона плюс. Как правило, все сыпется, ломается у тех, кто за машинами не следит, кто за ними, ну, их не хочет обслуживать. Вот эту тачку нужно обслуживать раз в 7500 км, вот в 7500 съездил, поменял масло. Я слежу за машиной, постоянно обслуживаю. Если сравнивать ее с японцем, не нужна тебе такая машина. Покупай лучше японца, там, раз в 15 тысяч меняешь масла, все, ездишь, наслаждаешься. Здесь же все-таки машина технологичная, машина денежки улюбит. То есть на содержание все равно, то есть лучше не экономить, приехал, надо поменять, поменял. Пусть не у дилера, где-то на стороне, но поменял. А у нас повсюду то пробки, то светофоры, то камеры. Соответственно, 2 литра, это будет за головой, но тем, кто любит динамику, будет не хватать. Откровенно говорю, дохловат моторчик, я ожидал большего, но вот в сравнении с бензинкой, конечно, подхват лучше. Однозначно. Надежный. Хотя, опять же, по бензиновому мотору, почитаешь отзывы, общую статистику, оценка ему 4 с плюсом, 5 с минусом по надежности. Но в интернете, говорят, там, говно мотор там ломается. Поэтому тут уж как повезет. Но сам факт того, что за 2,5 миллиона седанов, я просто рекомендую обратить на него внимание. Понравится, берите. Не понравится, посчитайте, что лучше взять, например, Camry, Fully, 3,5 литра за эти деньги. Надежнее, лучше, без проблем, делайте выводы. Ну вот, в этом плане. Вот, понимаешь, я нажал, в пол я давлю, мы в спорт едем, ни хрена она не едет. То есть она вот потом, пока подхватит, поедет. Странно, конечно. Может быть, человек просто мягко ездит на машине, не хватает ее протопить, их тоже можно чипануть. Тогда будет совсем другой результат. Но паспорт 7,5 секунды, это нормально. Для города это 7,5, это немало. Какие скидки и цены стоит ожидать осенью на уходящий кузов, я вам сегодня рассказал. Рассказал, сколько примерно будет стоить каска, сколько примерно будет стоить техническое обслуживание, сколько примерно машина теряет в цене. В общем, всю информацию конкретику вам дал. Что покупать и покупать ли вообще, выводы дело только вам. Друзья, с вас лайк этому ролику, пишите ваши комментарии, высказывайте ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят только свежие новости. Сегодня у меня все. До новых встреч всем. Пока-пока.